Привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Алиса Медведева, и безусловно, главное событие с сегодняшнего дня – это визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Наверное, столько же людей наблюдали за самолетом Пелоси на сервисе Flightradar, сколько посмотрели финальную серию «Игры престолов» от HBO. В любом случае, накал был именно вот такой. Накануне просто очень много было очень таких грозных, свирепых заявлений от Китая, что если Пелоси прилетит на Тайвань, то эскалации не миновать. И танки по пляжам ездили, и учения проводили, и пиар-ролики выпускали. В какой-то момент казалось, что самолет Пелоси вот-вот развернется и сядет где-нибудь, ну я не знаю, на Филиппинах, долетит до Японии, но в Тайбэе не сядет. И тем не менее, в последние 20 минут перед тем, как самолет совершил посадку, ну просто неисчислимое количество мемов вылилось в социальные сети от небезразличных пользователей. И в последние 10 минут я даже решила сегодня съесть арбуз, потому что подумала, ну а вдруг дальше ядерная зима, арбузов я уже, знаете ли, не попробую. Но, слава богу, все обошлось, по крайней мере, сейчас, сегодня. Самолет Пелоси все же сел по киевскому времени в 17.44, а в Тайбэе уже ноченька. Никто никого не сбил, все живы. Не были нанесены и удары по острову. Спикер прямо из аэропорта в своем розовом костюме в стиле Долорес Амбридж из Гарри Поттера направилась отдыхать в гостиницу. Тайбэй заявил, что ее визит это знак поддержки тайваньской демократии. Китай спустя какое-то время выпустил целый ряд заявлений. Они касались того, что визит Пелоси в Китайской Народной Республике считают грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Что Китай в ответ на визит Пелоси примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. И что США хотят с помощью Тайваня сдерживать Китай, а это очень опасная игра. Представители Пелоси заявили, что ничего она не нарушала. Она прилетела поддержать демократию и вообще демократия, демократия за демократию. Когда еще непонятная была ситуация, с тем сядет Пелоси или не долетит. Белый дом выпустил заявление о том, что ну как бы мы немножко открещиваемся от решения госпожи Нэнси посетить Тайвань. А когда она уже села и направилась в гостиницу, они тоже выпустили сообщение, мол демократия за демократическое общество. В Украине не только было много комментариев на тему, ну что, теперь понятно, кто в доме хозяин, США поставили Китай на место, кто тут сверхдержава и все в таком духе. Вспоминали также еще и известный мем, хотя такого понятия в 20 веке не было, но тем не менее, про последнее китайское предупреждение. Но на самом деле это еще далеко не конец всей этой истории и можно лишь пока говорить о неких, ну знаете, таких вполне очевидных выводах. Главный из них, безусловно, резкое усиление напряжения в отношениях Китая и США, а также Китая и Тайваня. Наверняка Пекин еще нанесет какой-то ответный удар, предпримет ответные меры. Причем контуры этой ответки уже понемногу вырисовываются. Минобороны Китая уже объявила буквально с сегодняшнего вечера начало учений масштабных около Тайваня, а если быть точнее, не около, а прям вокруг. То есть в данном случае речь может идти о фактической морской блокаде острова. И о возможном таком сценарии развития событий я рассказывала еще давно, вот в этом блоге. Официально англоязычная газета КНР Global Times пишет о том, что в ответ на визит Пелоси Китай может ускорить процесс воссоединения комплексными мерами, включая военные действия и прекращение режима прекращения огня с Тайванем. То есть, другими словами, прекращают прекращать. У Китая есть много возможностей ускорить процесс воссоединения. Они могут включать в себя нанесение ударов по военным объектам Тайваня, как это сделала НОАК во время предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, продвижение нового законодательства о национальном воссоединении, отправку военных самолетов и кораблей для входа в воздушное пространство и водные районы острова, контролируемые властями Тайваня, и окончание негласного прекращения огня с тайваньскими военными. Ну и, чтобы было более понятно, в этой статье часть текста называется просто прямо «военные приготовления» и содержит информацию о том, что оба авианосца ВМС НОАК покинули свои порты базирования. То есть, в целом, ситуация вокруг Тайваня будет накаляться и дальше. Пылоси погостит и улетит себе, а события будут развиваться дальше. Отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки ухудшатся радикально. Ранее я уже говорила, что это очень плохой на самом деле сценарий для Украины. Хочу вам напомнить про один мой очень интересный блог, который я записывала возле елки дома, когда болела ковидом. Он касался встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине во время открытия Олимпиады. Я там говорила также об одном очень интересном документе, который подписали два лидера. И после начала российского вторжения в Украину, китайцы в основном, конечно, повторяли больше российские тезисы. И у них была ближе к России риторика. Но на практике они все же пытались занимать нейтралитет. Некий. Ну, хотя бы визуально. Китай не присоединился к антироссийским санкциям. Они продолжили покупать российские товары. Но по некоторым направлениям китайские компании все-таки ограничили сотрудничество с российскими компаниями и в целом с государством, с Российской Федерацией, опасаясь санкций. Не было также каких-то явных признаков того, что Китай поставляет России вооружение, беспилотники или какие-то комплектующие. То есть было видно, что Китай не готов прям резко вписываться за Россию и разрывать с Соединенными Штатами Америки все связи. Хотя отношения между ними были предельно накалены. У Китая с Западом и в частности с Соединенными Штатами Америки очень тесны и торгово-экономические, и финансовые отношения. Однако теперь, скорее всего, процесс пойдет в другую сторону. Усиление конфронтации с США, на которое с точки зрения Пекина, американцы пошли из-за каких-то сумбурных, малозначительных в глобальном смысле и понимании причин, по типу увеличить рейтинг Демпартии, показать зубы перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Будет этот момент теперь толкать китайцев на фронтальное противостояние американцам, которое будут наращивать постепенно. Ну, такая вот китайская мудрость. Учитывая фактор тесных экономических и, как я уже сказала, финансовых связей с Западом. И одним из таких направлений как раз может стать ситуация вокруг Украины. Как минимум, теперь точно не стоит ждать присоединения Китая к антироссийским санкциям. Или к американскому проекту, который они там лоббируют по потолочной цене на российскую нефть. Китай теперь точно не согласится. А как максимум, и я об этом тоже уже говорила вот в этом недавнем блоге, где мы с вами обсуждали ситуацию вокруг Тайваня, Китай может начать поставки в Российскую Федерацию необходимых комплектующих для ВПК российского, а также может поставлять беспилотники. В любом случае, из-за наличия конкретного, понятного внешнего врага, связи Москвы и Пекина укрепятся. Россия и Китай станут ближе. И пока это один из главных и таких очевидных выводов из случившегося сегодня. Вот такая информация к вашему размышлению. А вы, признавайтесь, следили за самолетом Пелоси на флай-радаре или на каком-то другом сервисе? Пишите об этом в комментариях. На этом все. Совсем скоро с вами снова увидимся. Будем еще подводить итоги уходящего дня. Кроме Пелоси и ее визита на Тайвань, много всего произошло. До встречи. Продолжение следует...